Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Восьмое апреля. Житие преподобного отца нашего Нифонта, епископа новгородского. Блаженный Нифонт был иноком Святого Печерского монастыря в то время, когда над монастырем этим начальствовал игумен Тимофей. Был игуменом с 1124 года. Скончался в 1131. Живя в монастыре, Святой Нифонт преуспевал в молитве, посте и всех прочих добродетелях, стараясь подражать во всем жизни великих угодников Божиих. Когда блаженный Иоанн, епископ новгородский, после двадцатилетних трудов своих по управлению паствою, ослабев в силах, оставил епископский престол и удалился в монастырь, Тогда этот блаженный Нифонт, уже просиявший лучами добродетелей своих по всем странам, по воле Божией был избран всеми на епископский престол новгородский и был рукоположен во епископе в Киеве. Относится только положение к 1130 году. Митрополитом Михаилом II, взойдя на престол, быв поставлен как светильник на свечнице, Святой Нифонт еще более просиял своими усердными заботами о благоустроении церкви православной. Он заботился об умножении славы Божией и ревновал о благополучной жизни своих словесных овец, как временной, так и вечной. Заботясь об умножении славы Божией, преподобный своим усердием заложил посреди Новгорода каменную церковь в честь Пресвятой Богородицы, которую при помощи Божией вскоре и создал. Кроме того, он украсил иконописью престолю Новгородскую церковь в честь Святой Софии, а крышу ее покрыл оловом. Заботясь же о благополучном земном жительстве своих словесных овец, этот архипастер отличался, например, такими добродетелями. Если среди православных начиналось какое-либо междоусобие, он всячески старался примирить их. Так, когда однажды преподобный узнал, что киевляне черниговцы, собрав много воинов и придя к Новгороду, хотели идти на него войною, то он в тот час, взяв с собой вельмож новгородских, пошел к ополчившимся на брань и при помощи Божией заставил их положить оружие. Подобно этому и в других случаях преподобный заботился о мирном житии людей Божьих, ревнуя о благополучии временной жизни их. Но еще больше заботился преподобный о вечной жизни своих словесных овец. Помня слова Господа, сказано им о Боге Отце, что заповедь его есть жизнь вечная. Преподобный Нифон всегда поучал православных не удаляться от закона Божия и церковного предания, чтобы не лишиться вечной жизни. Тех же, кто удалялся от закона Божия и творил грехи. Преподобный обличал, предсказывал таким людям погибель за их грехи, проповедуя благовременно, во время и не во время, обличая, запрещая, умоляя со всяким долготерпением и учением, смиренно мудрим по повелению апостола. Эта великая ревность архипастыря о спасении душ своих в час видна из следующего обстоятельства. После того, как новгородцы изгнали своего князя Всеволода Мстиславовича, на княжение к ним пришел призванный ими Святослав Ольгович, женившийся противно-серковным канонам. Тогда блаженный этот архипастырь не только не венчал этого князя, но и всему клиру своему запретил видеть то беззаконное венчание. Князь этот был повенчан священниками, пришедшими вместе с ним. Преподобный Нифон дерзновенно обличал князя того за его преступления, ревнуя псалмопевцу, сказавшему «Глаголах о сведениях твоих предцари и не стыдився». Велика также была ревность этого архипастыря, когда он старался предохранить от преступления самую церковь русскую, что случилось при следующих обстоятельствах. Когда скончался митрополит киевский Михаил II, от которого принял рукоположение воепископа святой Нифон, то великий князь киевский Езислав Мстиславович на его место избрал Климента-философа, бывшего тогда чернористом и принявшим схему. Не желая посылать за дальностью расстояния Климента для рукоположения воепископа в Константинополь, князь тот собрал для этой цели собор из русских епископов. На этом соборе были Ануфрий Черниговский, Феодор Белгородский, Ефимий Переяславский, Дамиан Юрьевский, Феодор Владимирский, Святой Нифон, Новгородский Мануил Смоленский и Аким Туровский, Казьма Полоцкий. Когда собор начал свои засвидания, блаженный Нифон много говорил о том, что сами русские епископы ни в коем случае не могут избирать себе митрополита без благословения Константинопольского патриарха. Он дерзновенно заявил во всеуслышании всего собора, что это противно преданию Святой Православной Восточной Церкви, которая просвещена святым крещением от престола Константинопольского, соделавшего нас таким образом сынами Божиими, сынами Востока, посетившего нас свыше. И первый митрополит киевский Михаил был поставлен оттуда же, из Константинополя. С тех пор было постоянным правилом митрополиту киевскому принимать благословение на постановление от Константинопольского патриарха. Говоря это, преподобный Нифон дерзновенно увещевал сынов русских, российских, не уклоняться своим противлением от усыновления Востоку и вместе с тем Богу, потому что, говорил он, грядет гнев Божий на сынов непрокоривых. Мнение преподобного Нифонта разделяли еще пять епископов – Казьма Полоцкий, Аким Туровский, Мануил Смоленский, Ефимий Переиславский, Федор Белгородский. Но князь из гордости, не желая отказаться от своего намерения, не послушал блаженного Нифонта, но что задумал, то и исполнил, будучи поддержан остальными епископами. Таким образом, по повелению князя и по совету Ануфрия епископа Черниговского, Климент вместо благословения Константинопольского патриарха был посвящен во епископы главой мощей святого Климента, папы римского. Эту главу принес из Херсона святой Владимир, получивший ее в дар от епископа Херсонского после принятия святого крещения. Вслед за тем Климент воссел незаконно на архиерейском престоле метрополии киевской. Климент требовал, чтобы блаженный Нифонт служил вместе с ними божественную литургию, но сей ревнитель православия говорил ему, «Так как ты не принял благословения от патриарха Константинопольского, то я, как раньше, так и теперь, не одобряю твоего поставления и не могу по этой причине служить вместе с тобою». Разгневавшись за это на святого Нифонта, Климент подговаривал князя Езислава и послушных себе епископов сослать в заточение преподобного. По этой причине князь Езислав не допустил блаженного Нифонта на епископский престол в Новгород, но повелел ему пребывать все время в Печерском монастыре, как бы в месте заточения. Преподобный же пребывал здесь с радостью великую, хваляя благодаря Бога за то, что он сподобил его возвратиться к прежнему его безмолвному житию вместе со святыми. Когда же христолюбивый царь Георгий Мономахович победил Езислава Мстиславовича и принял в свои руки княжение в Киеве, тогда он с великой честью возвратил блаженному Нифонту новгородский епископский престол. Новгородцы, бывшие доселе как бы сметенными и отверженными, как овцы, не имеющие пастыря, с великой радостью приняли блаженного Нифонта. В то время Константинопольский патриарх, услышав о том, сколь великое мужество показал преподобный ратой за предания отеческие, прислал к святому Нифонту послание, в котором восхвалял его за его разум и мужество, и приравнивал его к древним святым отцам, твердо стоявшим за православие. Преподобный же, прочтя патриаршую грамоту, воспоменился еще больше ревностью о православии. Помимо этого, не лишен был за свои труды достойного возмездия преподобной и от начальника пастыря Иисуса Христа, как показывает эта история его блаженной кончины, о которой и будет наше слово. Спустя некоторое время после того, как святой Нифонт возвратился на свой епископский престол, он услышал, что из Константинополя идет в Россию митрополит Константин, постный патриархом константинопольским в Россию, с той целью, чтобы не изложить митрополита Киевского Климента и занять его место. Узнав об этом, преподобный весьма возрадовался по двум причинам. Во-первых, он надеялся принять благословение от святителя, а во-вторых, надеялся поклониться в обители Печерской Пресвятой Богородице и прочим святым. Для этой цели он отправился в Киев и здесь ожидал прибытия митрополита Константина, уже вышедшего из Константинополя. Проживая в монастыре Печерском, преподобный обнаруживал великую любовь к Пресвятой Богородице и прочим святым. Вскоре преподобный впал здесь в тяжелую болезнь, предварившую его честную кончину. За три дня до болезни преподобный имел дивное видение, которое он и передал братьям. «Когда я пришел», — говорил он после утреннего пения в свою келью, — «я почувствовал необходимость немного уснуть. Вскоре я впал в тонкий сон, и вот мне показалось, что я нахожусь в этой святой обители Печерской на месте Николы Святоши». Это уменьшительное имя от мирского имени Святослав, как он назван был при рождении, сын Давида Святославовича, князя Черниговского, внук Святослава Ярославовича, при котором была основана в Киеве Великая Печерская церковь. Кончался около 1143 года. «Здесь я много и усердно молился при святой Богородице, прося ее показать мне преподобного Феодосия, строителя доброго и по смерти имевшего попечение об умножении добродетелей в обители своей. Между тем в церковь собирались братья, а один из них, подойдя ко мне, сказал, «Хочешь ли видеть преподобного отца нашего Феодосия?» Я же отвечал, «Да, хочу, если можно, покажи мне его». Тогда, взяв меня за руку, он повел меня в алтарь и здесь показал мне святого Феодосия. Увидав святого, я с радостью подошел к нему, пал к ногам его и поклонился ему до земли. Он же, подняв меня, благословил и сказал, «Хорошо сделал ты, брат и сын, Нифон, что пришел сюда, а отныне ты будешь неразлучно пребывать с нами». Святой Феодосий держал в руке своих свиток, которые я попросил у него. Взял свиток, я разогнул его и прочел. Начинался свиток вот такими словами, «Вот я и дети, которых дал мне Бог». После того, как видение окончилось, повествовал блаженный Нифон, я пришел в себя и понял, что болезнь моя есть посещение мне от Бога. Проболев тринадцать дней, преподобный почил с миром о Господе в двадцатый день месяца апреля, в субботу Светлой Седмицы. Тело его было положено с честью в пещере преподобного Феодосия. Духом же он предстоит с этим достознаменитым преподобным престолу Владыки Христа, наслаждаясь неизреченных благ небесных. Да помолятся эти святые о нас в чадах своих. Богу же в Троице нераздельному, восхваляемому. Отцу вместе с Сыном и Святым Духом подобает всякая слава, честь и поклонение, ныне и всегда и в бесконечные веки. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры подогнал «Симон»